здравствуйте это координационный центр меня зовут георгий георгиевский у нас серии интервью с великими людьми в российском интернете и у нас сегодня в гостях алексей анатольевич солдатов я представлю его так основоположник интернета в россии алексей анатольевич я вот задам первый такой наводящий вопрос да много лет администратором домена ру был российский институт развития общественных сетей известно что вы один из основателей этой организации расскажите немножко о том как появился росни роз и в чья была инициатива чтобы росни роз стал администратором домена ру ну давайте так росни роз появился потому что возникла необходимость иметь некоммерческое лицо чтобы работать с научным интернетом вот мы договорились с махаратом аликовичем куку куриевым ну с великого мы очевидно и сделали росни роз как как раз оператора который будет обжать российскую на руку и образование интернетом вот это вот смысл этого росни роза кстати росни роз придумал я потому что в свое время я занимался достаточно серьезно симметрии в твердом теле вот это откуда понятно хранен и рью появился у нас если бы не память не изменяет в девяносто четвертом году ссср кончился в девяносто первом вот все эти годы шла шло некоторые перетягивания канатов кто же станет вот главным по домену ру это престижно было поэтому несколько институтов академии хотели заниматься этим ну и так далее так далее вот потребу до в райп пришло несколько писем за пописями очень крупных лихудей и каждый из них хотел домен р.у. ну как-то как только в такой организации как райп приходит несколько писем такого типа то их всех складывают в стопочку и откладывают в сторону говорят вот как только вы договоритесь то тогда все нормально будет вот договаривались мы это время в результате появился известный документ где там много много подписей и все сети которые вот там были уже они согласились что росни роз потому что росни роз был абсолютно нейтральной фигурой на этом поле вот так росни роз стал работать с доменом р.у. ну опять таки все перед этим уже действовала программа поддержки научных сетей министерское министерство нахоуки подхватило росни розу деньги а а росни роз уже выдавал как говорится по институтам вузам там и и прочее прочее вот такая история понятно а каким образом росни роз вот занимался администрированный домен р.у. какие были вот тогда в начальные годы у него с 4 95 действия рутинного может быть даже характера которые сотрудники росни роз совершали с доменом и заявками на домены второго уровня доминиру введение базы и все отчетом еще еще придумывать вот долгие годы до образования координационного центра при росни роз существовала так называемая координационная группа домена р.у. вот сам я тоже одно время тоже принимал в ней участие вот может быть вы вспомните какие-то заметные для вас моменты в работе о координационной группы о том как она создалась о том кто был долгие долгие годы председателем я имею ввиду владимира молчанова какие-то такие моменты которые бы вы хотели рассказать для истории ну вы понимаете в рабочей группе как вы же ее участник там на самом деле обсуждались проблемы как сказать постановочные правильно то есть какие задачи нужно ставить чего делать и так и так далее так далее на самом деле как и я видел эту группу это ну-ка сказать какой-то общественный совет при организации то есть это даже не то что с нее чего-то требовать ну хуже на было а скорее пропускать через эту рабочую группу определенные мхисли с тем чтобы общественность знала куда движется все все это дело как она собирается работы там и так далее так далее поэтому вот то что мы придумывали и даже в то время я занимался этим достаточно мало сама алексей пхалыч в основном там работал вот то как говорится ну мы это обсуждали конечно но еще раз я обсуждал это не глубоко ну я все-таки видел что люди работают там по многому их товарищей был в координационной группе вроде там так шум не было ну и как говорится если разумное решение разумно утверждается только только тоже против этого там вот пошло дальше когда когда это стало уже бизнесом то пошло разного рода но это я их а даже вы еще не спросили я догадываюсь что что вы спросите а чего же рос не рос ушел и из этого но он ушел даже уже позже чем создался когниционный центр там был некий переходный период может можно рассказать и про это да нет ну хватит так вот когниционный центр на самом деле все стали собираться и достаточно активно обсуждать чего делать потому что то есть было известно проект постановления правительства о том что все организации должны и иметь доменные именно и создается особая организация которая все эти доменные имена предоставляет вот ну это отражало определенным строй определенных товарищей которые хотели все время чего-то поделить ну если есть чего-то селить то можно и поделить и поэтому вот это вот вылилось в то что был создан координационный центр кстати если память мне не изменяет создан он был после совещания у путина ну еще не помните на это был в 99-ый год до когда российский интернет получил там 13-летнюю индульгенцию то чтобы его жизнь не будут вмешиваться нет там постановка была другая с ха ха дача не то что не вмешиваться другое было ну хоть давайте о совещании там вот о совещании вы пригласили интернет общественность положили документ о том что вот я сказал что это все о государстве лица до этого на самом деле я выступал в минс связи рассказывал про интернет я пытался подтащить минс связи ко всем этим телом но получил вопрос у вас сеть я груда а сколько тонн на километров у вас сети телефонная история так ну естественно меди на километра вот поэтому государство как-то так интернету не имела отношения с исключением одного ведомства это фапси но это правительственная связь поэтому там как говорится другие чуть-чуть минсвязь не хотели вот и вот с обещания у начальника главного и там все все стали раздергивать русный рот что вот мол он там вот один там все делает все делает там и так далее и так далее встречая ну я выступил там и и не один раз потому что операторская часть этого совещания назначил меня спикером все все сидели операторы именно и в к никто не выступал авторитет называется нет ну мы сели договорились договорились вот ну а там часть которая контентная там они как говорится между собой чего-то там варили от нас бегали четко абсолютно вот но там пошла некоторые буча 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 вот тут выходим земли вынимают документы говорит вот у меня лежит документ чего с ним делать ну и тут уже пошла полная буча ну и я я думаю ну ну ладно уж ежели я спикер то давай я свое слово скажу я поднял руку мне Владимир Владимирович кивнул мол видит вот сейчас типа того что сейчас дырка будет я тебе слово дам появилась дырка мне выдали слово я сказал у меня есть предложение какое я говорю подвергнуть этот документ общественному обсуждению ответ был бы на мгновенный принято и вот вот я почему это рассказываю потому что постановка была вот такая время не хита чтобы все там замолчали и так далее нет вот после этого в четыре организации которые были учредителем координационного центра несколько лет поступали все проекты всех распоряжений решений по и интернет понятно то есть это подвергалась общественному обсуждению и вот благодаря именно этой формулировке появился КЦ с его учредителями понятно да вот поэтому вот это как раз и и и и было то что называется общественное решение координационный центр ну решили все нормально сделали вот мы после этого нужно было техническую часть перед как-то понимать что с ней делать специалистов поэтому делать шибко не было вот поэтому и и затянулся процесс перевода на это время потому что не хотелось просто отдать и все как говорится пропал но совершенно верно потому что должна быть какая-то преемственность в основном технических потому что это конечно организационные момента не всегда хороши но железо и электроны должны работать да можете вкратце рассказать о тех первых четырех компаниях которые учредили комбинационный центр и какие на себя они принимали роли в управлении структурой ну понимаете на самом деле как как только мы учредили то мы если почитаете первые уставы то собрание учредителей вообще говоря отдало все свои прерогативы совету как преемственность можно сказать экспертного совета приростной россии да 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 ну при одном только с хамячами что я настоял чтобы был представитель государства это раз и чтобы у этого представителя государства было право вето это моё предложение было а вот а просто еще внешне если смотреть ретроспективу исторически да я вот не буду высказывать свое мнение своей позиции я ее расскажу когда сам буду дарю рассказывать а внешне это выглядело так что четыре организации это там союз операторов интернет это тот же самый рос не роз это рацит и кто-то кто у нас еще воды а ассоциация документальной электросвязи как бы представляли четыре направления разного взаимодействия с отраслью то есть это была и общественность это были операторы связи это была какая-то научная среда и научно-исследовательская и образовательная среда со стороны рос не роз а и ассоциация документальной электросвязи как некое общественно-государственное объединение задумка была такая даже не ошибаюсь понятно а потом не забывайте что в то время у нас в области связи вот ведь еще раз установка подвергнуть общественному обсуждению общественное обсуждение кто может сделать общественная организация а их в то время было прямо скажем не так чтобы много все ясно особенно в этой области в основе в этой области да тогда в общем эта штука достаточно новая была в принятии хорошо двинемся немножко дальше по исторической линии до обучение поговорили расскажем о совете коронационного центра понятно что это фактически структура унаследовавшие принципы работы коронационной группы да ну вот представителем государства а не секрет что достаточно несколько лет вот таким представителем государства в совете коронационного центра были вы пока я был в министерстве да да там два с половиной года два с половиной года вообще расскажите вот этот вообще свой период работы в совете коронационного центра какие для себя какие-то может быть веховые задачи которые решал тогда совет можете отметить если вы были таковые или там может быть что-то еще хотите рассказать из таких вот знаменит ярких заметных событий которые происходили с советом коронационного центра в те первые годы существования коронационного центра до первые там пять-шесть лет понимаете мы очень много внимания уделяли я надеюсь что координационный центр и сейчас по крайней мере пока и обдув совете координационного центра я пытался это перед перед педалировать понимаете пункт 1 обучение то есть на сегодняшний день принимается очень много решений которые ну прямо скажем неисполнимы бывают так и достаточно часто к сожалению не потому что люди плохие не потому что что там кто-то какую-то гадость отдумал ну просто интернет эта штука такая интересная вот я пытался посмотреть кто чему учит в интернете отвечаю протоколом учат сервером учат языком учат а вот как все это организовано и как она все работает а это не так просто на самом деле вот поэтому вот первое это образование я могу привести несколько примеров таких ну прям скажем вот уже просто ну это сам и будем состряться просто я думаю что все согласны что образование в этой области очень такое не шибко ну и еще раз техническое есть чему при привыкли к тому учим а вот как это все работает как она организована кто чего выдает кто чего потребляет кто чего и как это менять и развивать дальше конечно конечно вот это вот как раз не не получается вот это ну как не получается сложности с этим я бы так сказал второе это действительно много кто об этом говорит что есть определенная проблема безопасности но эту проблему прихи решать нужно я сказать ну подумавшим ходы и решать потому что никто на самом деле на сегодняшний день толком проблему безопасности интернет не не знает как решать а а для этого нужно пороховодить серьезная же хоботость и серьезно чтобы у них была подпитка и так далее и так далее потому что отрезать все вот страна и отрезать все кабели но это можно конечно но это это же не и выход понимаете да когда в стране столько миллионов пользователей всего всего этого что мы тогда получим поэтому просто так это не бывает китайский путь я боюсь что тоже по нам не не подходит потому что кроме того что это самое ну достаточно много финансов в это вложено бхыла и еще же нужно понимать что есть организационная часть организационная часть в китае извините гораздо строже чем у нас помните был спор что лучше интернет или x25 очень хорошо помню так спорно вот есть была только одна страна которая построила у себя сеть x25 понятно понятно да да почему очень просто потому что чтобы как мне объясняли x25 с технической точки сохранения протокол лучше чем айпи но чтобы построить сеть x25 нужно написать проект а потом его исполнить только одна страна сухомила построить сеть x25 говоря об эффективности менеджеров это называется немцы до германия да все старые там нет маленькую сетку проблема нет а вот чтобы глобальная сеть большого раздая да это это вот только одна страна так и здесь будет понимаете вот это все с безопасностью все это очень играет ну вот есть вещи которые но абсолютно очевидно я озвучиваешь как говорится духом и что вы бы вы поддержите меня вот что в принципе можно сделать я хожу с этой мыслью уже много лет вот чтобы нам внутри россии по крайней мере государственные организации предприятия обезопасить от того что кто-то чего-то отрежет пускай режет но в стране пусть все работает правильно что нужно сделать на самом деле чепуха издать приказ о том что когда государева собственность организации предприятия заключает контракт на предоставить на потребление интернет услуг включить в контракт два пункта пункт первый центр управления на территории российской федерации сети второй пункт как минимум два соединения с сетями такого же класса у меня как раз и заготовленный вопрос по поводу интернета как такового немножко в сторону отойдем до а то чтобы зрителям было интересней а вот идет некий такой несколько последних лет на уже будет 10 а то и 15 разговор о том что рунет это некая отдельная сущность от а всего глобального интернета вот для вас алексей анатольевич а интернет в россии это отдельный рунет или это часть глобального бы глобальной большой информационной сети интернет его просто одна из многих составляющих неотъемлемая ну я скажу так что я был инициатором разного рода определений пытающихся показать что же такое в чем страна интернет вот как вот они вот взаимодействия я скажу так что на самом деле давайте идти по закону не знаешь как поступать поступай по закону вот что такое мы в стране это значит есть граница территория и есть законодательство есть граждане есть юридические лица правильно то есть законодательство действует на граждан и юридические лица которые работают здесь правильно а сети что такое давайте мы будем говорить как регулировать автобус как ну в автобусах есть определенные нормативы по воздуху по надежности по высоте пола и какие-то другие параметры а кого он перевозит автобус людей вот поэтому что делается автобус чей-то правильно то собственность которая работает на нашей территории значит есть лицензирование есть законодательство гражданское ну и так далее так далее правильно вот и все то есть не нужно вот придумывать какие-то сущности лишние потому что ну вот как что такое российская сеть я не понимаю есть российские физические лица есть российские юридические лица есть российская территория понимается да можно обязать что на территории российской федерации все даже не российской юридическое лицо вот как в области связи просто лицензии или есть или нет в лицензии прописаны правила правильно хорошо как бы секс-территориальность интернета когда например а иностранное юридическое лицо желает оказать услуги российским гражданам очень хорошо пускай лицензию возьмут понятно идея ясна еще раз чего придумывать понимаете вот потому что придумываются какие-то понятия есть закон его нужно чтить вот и все хорошо это мы посмотрели с точки зрения как раз вот когда не знаешь как поступить поступай по закону логично а просто эмоциональный почувствовал вот в стиле дудя до рунет или интернет на сегодняшний день интернет один и недели если вы хотите его поделить то придумайте признак по которому вы его делить будет пока что никто такого признака я не слышу есть какие-то утверждения такие веселые но как сам признака такого нет вот сервер ростелекома во франкфурте это что такое это сервер ростелекома да понятно да где он ходится доплевать где можно по-другому сделать но еще раз вот не надо плодить лишних сущностей сухое время пытались написать закон об интернете ну хорошо закон о двигателе внутреннего сгорания ну и дальше вернемся немножко корр ценном центру снова вот а в начале этого века была создана в корнице он при корр ценным центром распределенная система регистрации доменов как услуги то есть эту услугу по регистрации доменов оказывает не одна организация как в свое время рос не рос а много то есть институт кредитованных регистраторов при корр ценном центре а вот насколько по вашему мнению выбранная тогда модель а вот этого и распределенной системы регистрации доменов в российском интервью в домене крупа позже в домене рф она себя оправдала и может быть какие-то вы видите недостатки и пожелание как она могла бы развиваться и двигаться дальше ну я думаю что она подойдет по правильно как бы сам мы не выдумывали велосипеда айкен и она и каждая страна вот вам пожалуйста распределенная система правда оказалось где-то в какой-то стране отдали этом абсорс другую страну национально ну да в некоторых случаях даже вообще передали коммерческим организациям других стран да 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 бахивает такое вот поэтому все нормально это как как раз все нормально конкуренция очень хорошо потому что это это иначе как говорится один ходит и команду и всеми вот поэтому я считаю что это очень правильный подход с вашей точки зрения а рынку регистрации доменов и еще есть куда расти но он будет как-то перетекать а расти то чего ему вот сперва был рост правильно сейчас уже просто прям скажем не не видать насколько я но достигли насыщения до некоторого понимаете приблизительно то же самое что вот будут ли нужны каналы более могучие и так далее только для того чтобы устраивать разного рода вычисления то есть связь между компьютерами вычислительно потому что человеку уже не надо на сегодняшний день ну грубо говоря на папа ханшет телефон смотришь и тебе качество выше не нужно у человека глаз различает там только сколько-то пикселей этих правильно поэтому и если впихивать больше то ничего хорошего не будет то же самое кино но не будете вы 25 часов в сутки смотреть кино правильно и музыку слушать 25 часов не будете то есть вот эта вот бытовая часть она грубо говоря ну может быть еще и не насыщена но будет насыщена это очевидно а вот техническая часть мега данные там и и так далее и так далее вот это вот может быть и потребует развития а бытовая часть нет то есть такая пользовательская прикладная обычно понятно видится развитие в основном а в области там обмена данными между техническими устройствами тот самый интернет вещей и нечто подобное интернет данных я бы сказал там так там еще много интересного есть суперкомпьютинг распределенный тот же самый грит поиск распределенные тоже и извините на сегодняшний день ну а можно еще лучше сделать я вот так сказал вот поэтому развитие то будет но вот для как говорится обывателя вот то что пик то был где пошла музыка пошли фотографии пошли фильмы и вот там вот пошел этот бешеный рост но кстати о бешеном росте вот прошедший пандемийный год двадцатый да а ознаменовался тем что принципе в большей части мира сетевой части мира возросли и объемы трафика и количество регистрации пользователей и появление новых бизнесов связанных непосредственно с интернетом вплоть до того что если раньше там у местных локальных бизнесов территориальных в каких-то странах не было своих сайтов до сих пор несмотря на то что уже второе десятилетие 21 века а вот у них у всех взрывным ростом все это появилось у нас в россии по моим наблюдениям такого вот взрывного роста всего и всякну кроме повышения трафика естественно да появление там новых интернет бизнеса в большом количестве появление дополнительных веб-сайтов у каких-то оффлайн бизнесов не появилась чем это могло быть обусловлено тем что у россии такой вот немножко свой пол получился путь почему просто в россии понимаете бхова развернута а 1 даже 2 крайне важные программы сейчас их нет к сожалению 1 это сеть для высшей школы и науки вот что на самом деле породило море как говорится грамотных пользователей вот вторая это интернет в школы помните была программа такая государственно финансировалась вот и несколько лет финансировалась построение интернет-сетей до школ и там в школе и тогда вот это вот очень правильные задачи которые были поэтому вот вот может быть как раз из-за них наши пользователи относительно грамотнее чем то есть грубо говоря проникновение интернета в россии оказалось выше ему не надо было прыгать дальше она и так уже достаточно хорошие знаете кем были первые пользователи интернета в россии еще электронной почты я я сел за телефон и стал обзванивать своих друзей в разных институтах академических неакадемических исследователей да и говорил что у меня есть вот такая возможность сколько это будет стоить мы в сухое время сидели и думали несколько дней потому что ну мне пришли счета за телефон и тогда связывались с финляндию но меня руководство вызвало и сказала оплачивай откуда хочешь вот я собрал ребята без так стали думать первое это был пример тогда вы еще там где-то брежевые остатки академ сети то есть это институт подключается бешеные деньги так далее так мы подумали подумали и и решили пойти другим путем мы сухо создали public network то есть мы цену взяли маму маленькую но рассчитывали что пользоваться будет много да да это для тех кто нас смотрит могу сказать да один из основателей и организаторов первого практически интернет-сервис провайдера в россии все только что же был то есть практически все что связано с интернетом так или иначе алексей анатольевичем было инициировано ну не только много ну естественно так ну да с коллегами с друзьями да я тоже помню эти вот ранние времена когда все появлялось то я работал в этом научно-исследовательском институте и как раз тоже вот это все было очень новое интересное замечательное вот только что появившаяся электронная почта только что появившиеся услуги какие-то до были страшно интересная свое время тоже там руководство организации главного инженера там пробивал возможность воспользоваться всеми этими сервисами потому что в домашних условиях это было все таки еще не так просто никто не помнит этого а на самом деле когда мы начали эту электронную почту то отправить факс в новосибирск 10 страниц было невозможно нереально она просто не работал рвала связь постоянно да и все поэтому вот вот как говорится что по электронной почте файл просто ну либо по электронной почте долго передавался он долго посылался там убилось там и так далее но часа сходовать страница действий передать можно было и прошу скачетом и с реальным качеством для печати и завершение нашей беседы может быть такой короткий футуристический взгляд один-два пункта о том к чему этот например лет через десять хотя бы приведет вот мы смотрим что здесь сейчас у нас есть когда мы все общаемся дистанционно когда он нам практически доступно все что угодно в любом качестве мы смотрим фильмы мы целый год практически не выходили из дома и смогли это прожить практически безболезненно а что будет дальше вы знаете человек все-таки существо коллективное социальное вот и поэтому я думаю что все-таки общаться надо потому что ну вот это вот общение через квадратик это она как как-то ну человеком буду живу вообще как я считаю а не берусь это утверждать и тогда как конечно же много будет много останется чего через интернет но я скажу что вот как раз в ту в то в той области которую вы не затронули сейчас же хород что делает покупает все через интернет раньше некоторые мои знакомые делали так шли в магазин выбирали на ощупь потом шли домой и покупали выбранную вещь по интернет дешевле как как правило ну так она есть до площади не нужно снимать продавцов кормить только грузчика и и все на самом деле и завсклад вот поэтому вот вот я думаю что сейчас переместиться это хозяйство достаточно лихо в сторону заказа будет говоря английским термином closed store давай мы развиваться то есть закрытые магазинах которых работать до кладовщики дарактической да 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 то есть ну услуги опять-таки то есть ничего ничего только продажа вещей или там проходут в продажу услуг тоже будет это тоже понятно то есть я понимаю что наших дам оставить покупать вещи по интернету это это сложно но за год прошедшие они привыкли да да приучились вынуждены вот и естественно что снизится там мой такой прогноз сильно снизится потребление товаров потому что когда приходишь в магазин то обязательно чего-нибудь купишь а когда ты покупаешь по интернету то ты уже лезешь чтобы что-то купить что тебе нужно а если ты приходишь в магазин то часто покупаешь то чего тебе и не нужно вовсе но посмотрел вроде бы так симпатичная штучка но то есть трансформация а профессии мерчендайзеров профессию предлагателя контекстной рекламы в интернет чтобы ты не только пришел за тем что тебе нужно попутно все равно на этом сайте увидел как дополнительную информацию вот поднимается да это вот сдвиг входа этих вот рынков там и и прочее как конечно же интернет поход разовьется потому что в него как вы абсолютно правильно сказали влезает все больше и больше людей потому что это это обеспечивает просто жизнь так вот на квартиру можно было обойтись одним компьютером на семью а сейчас уже извините сейчас уже и отцу и матери и и ребенку тоже надо где-то общаться чуть-чуть чего-то заказывать чего-то делать там и смотреть вот поэтому но не сильно вы прориск сказали что подрастет но не в 10 раз ну то есть взрывных каких-то уже не будет то есть это будет некий плавный органический рост просто охватывая новые группы населения грубо говоря дети растут до их вырастают потребности и за предстоящие десять лет эти потребности просто плавно раз покрываться да да вот что-нибудь организационно чтобы изменилось вот я сказал что меня действительно беспокоит вот это вот безопасности как самого интернета но не хорошо когда хоть и как говорится там такая сторона большая но она одна понятно который может грубо говоря щелкнуть тумблером ну вот я буквально недавно тоже интересовался вопросом но у меня тоже как эксперты периодически спрашивать о том а что будет если вдруг нам кто-то что-то отключит но интернет так устроен мы с вами прекрасно знаем что его очень сложно отключить ну единственное что если вы нам отключат электричество на подстанции глобальные везде это найдем способы а хорошо у меня понимаете к самом деле отключить то можно все таки да это не так просто это нужно уметь сделать но как говорится все мы понимаем что если какая-нибудь гадость и возможно то дано рано или поздно может случиться готовься к тому что как из этой ситуации выйти вот я еще раз говорю меня интересуют две безопасности безопасность интернета как самого здесь очень хорошо нужно думать это не чисто техническая проблема вот и второе это дети конечно потому что здесь нужно чтобы распространять вот те результаты которые уже есть которым х работаны проводить исследование дальше 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 с детьми работать над вот я понимаю что на сегодняшний день в стране у нас нет возможности сделать сайтов намного больше хороших нежели плохих является ну это но тогда нужно учить тех кто это сможет сделать понимаете да тех же детей студентов и так далее и так далее вот это нужно делать прямо сейчас и это не такой прахастой вопрос потому что но я так общаюсь с разными представителями власти вот за 30 лет существования интернета в россии как говорится но недалеко ушли прямо скажем то есть этот процесс чем раньше начнем посерьезно нет еще раз кое-где кое-что у нас там делается и прочее прочее но нужно очень сильно это все расшивать расширять потому что не был узок круг специалистов да да потому что к сожалению очень уже круг специалистов спасибо алексей анатольевич да не что мы будем завершать это координационный центр это серия интервью посвященных и приуроченных и 20-летию координационного центра с нами был алексей анатольевич солдатов спасибо всего доброго спасибо вам